Это Вести.нет, студия Филипп Трофимов. Вернуть приложение, в том числе российских банков, на айфоны законодательное. Минцифра разработала законопроект, обязывающий Apple допустить установку программ на смартфон и планшеты, минуя фирменный App Store. Более того, ведомства, как сообщается, прикладывают все усилия к тому, чтобы этот документ скорее попал в Голдуму и был принят. Вместе с тем, было особо отмечено, что Купризинская корпорация добросовестная, продолжает работать на российском рынке, выполняет требования российских властей и даже заплатила наложенный на нее штраф, что было непросто и потребовало от Apple согласование платежа с американским Минфином. То есть предполагается, что и закон об установке программ мимо App Store компания тоже выполнит. Тут интересно, что за изменения довольно строгих правил Apple по части приложений и комиссии с их продажи выступают уже довольно давно во многих странах и не только госструктуры, но и отдельные компании. Но до недавнего времени, по большей части, без особого успеха. Накануне, например, в США апелляционный суд очередной инстанции отклонил иск одного из крупнейших здравых издателей, Epic Games, который уже третий год пытается доказать нарушение Apple антимонопольных правил. Apple, в свою очередь, традиционно настаивает на том, что установка приложений исключительно из одного панкотрольного ей источника есть залог их безопасности для пользователей и подтверждает это статистикой. Например, если верить опубликованному в свое время отчету компании Panda Securities, 47% всех обнаруженных заражений различных устройств касались Android-смартфонов, куда скачивать программы можно откуда угодно. iPhone — это 1% обнаруженных угроз, ну то есть в 50 раз меньше. Ну а остальное — Windows-компьютеры и интернет-вещей. Впрочем, аргумент про безопасность работает уже не так, как прежде. С мая в Европе вступает в силу закон о цифровых рынках, который, среди прочего, требует дать возможность пользователям выбирать источник установки приложений по своему усмотрению. И уже появлялись сообщения о том, что Apple готовит новую версию своей мобильной операционной системы, которая будет этому требованию соответствовать. Дискуссия об авторском праве применительна к тому, что создают нейросети, получила несколько неожиданный поворот. Канадская певица Граймс официально разрешила использовать свой голос для генерации новых произведений. Единственное условие в случае коммерческого успеха — доходы пополам. Интересно то, что заявление-то она сделала на фоне очередной, на этот раз очень шумной попытки правообладателей бороться с творениями генеративных нейросетей. Universal Music Group добилась удаления чуть ли не со всех стриминговых площадок песни, созданной нейросетью, в подражании исполнителям, у которых контракт с этим лейблом. Песню эту успели послушать 600 тысяч раз на Spotify и 15 миллионов раз в TikTok. Но Universal Music заявила свои права на использованные голоса, и за пару суток нейропесни исчезли из каталогов музыкальных сервисов. Тут нужно понимать, что речь не просто о случайном хите. Аналитики БНП Париба и Ксен посчитали, что нейросети в качестве источника музыки в долгосрочной перспективе угрожают бизнесу Universal Music. На этом акции пошли вниз, и музыкальный лейбл потерял сразу 2 миллиарда долларов капитализации. При этом пока правообладатели, и не только в области музыки, пытаются защитить свои права на контент, который используется для тренировки нейросетей, в Бюро авторского права США постановили, что понятие копирайта не может распространяться на произведения, созданные по текстовому запросу. А именно так и работает большинство популярных генеративных нейросетей. Ну, возвращаясь же к прошедшей против позиции лейблов канадской певицы, то тут есть любопытный момент. За пределами сугубо музыкальной индустрии, Граймс известна тем, что у неё двое детей от Илона Маска, некогда соучредителя самой известной на сегодня нейросетевой компании OpenAI, и тем, что она сотрудничала с проектом Эндель. Это запущенный пять лет назад россиянами стартап, суть которого в том, что нейросеть состоит персонализированное такое звуковое окружение. А ещё нейросеть Энделя стала первым автором, не человеком, с которым подписал контракт большой музыкальный лейбл Warner Music в 2019 году.